Здравствуйте дорогие телезрители и конечно мои подписчики на канале YouTube. Обожаю вас всех. И посмотрите на кого я похожа. На молодую яблоньку. Как не на молодую? Ну по крайней мере на яблоньку то похоже. Ну а возраст это дело пятое уже. Но мы не об этом сегодня. Мы продолжим тему корни собственной яблони. Как ее можно вырастить? Поскольку поехать на дачу можно конечно, но вряд ли мы с аппаратурой вот в таком сугробе с оператором проберемся к тому месту, где мы могли бы показать все это прямо на природе, на натуре так сказать, на яблоне. Ну это может быть и груша, и яблоня. Это может быть слива, вишня. Это не может быть черешня и не может быть абрикос. Запоминайте. Значит ну поэтому вот здесь на столе имитация яблоньки молодой или не очень молодой, как хотите. У всех разные деревья, которые хотелось бы размножить. Когда вышел первый сюжет о корне собственной яблони, как размножить вообще яблоню, которая вам нравится, да, если вы не можете купить посадочный материал, посыпалось много вопросов. Я говорила о том, что прививка должна быть вообще-то над уровнем снегового покрова. И все задали один и тот же вопрос. Как это так? Ведь прививка находится вот там 10-20 максимум сантиметров. Вы совершенно правы. Вы совершенно правы. На что я всем отвечала? Прививки делает тот, кто этим занимается, не особо заботясь о том, чтобы наше деревце, которое мы посадим, да, было гарантировано от вымерзания ствола. А когда он уже у нас может не вымерзнуть? Только тогда, когда снежный покров, допустим, что у нас, перенесу вот так аккуратненько, смотрите, вот яблонь, она вот такой высоты до земли, да. Если бы у нас прививка была вот здесь, и это была бы дичка до земли, конечно, снеговой покров до этого вот уровня, дичка бы не пострадала. Снеговой покров ниже, чем место прививки. Но у нас-то это не так выглядит. У нас вон там прививка. А вот здесь снежный покров, вот здесь холодина. Понимаете, о чем я? Так вот, значит, я долго думала, ну, учитывая многолетние опыты людей, которые занимаются размножением корней собственных деревьев, я долго думала, а почему прививка так низко сделана, и какая нам разница, вырастим мы корни собственную яблоню из ее черенков, либо мы получим опять с прививкой на уровне там 10-20 максимум сантиметров от почвы. Нам-то что это дает? Наша вот эта верхняя часть, она никак не защищена от мороза. Никогда нет снега, никогда есть этот снег. Поэтому и корни собственная яблоня имеет право на жизнь. Единственное ее «но» – это ее корневая система. Значит, вы себе должны понимать, что мы на даче, это у нас растет яблоня, и мы будем делать черенки на даче зимой. Не прозевайте. Вот закрытые переломы, как мы их называем, нужно сделать либо в январе, либо в феврале, ну, числа до 20-го, чтобы было еще холодновато. Нам не надо, чтобы почки здесь набухали, а уж тем более распускались. Поэтому начинаем показ. Значит, что нам требуется сделать? Отступив сантиметров 10-20 от ствола этой ветки, и неважно, что это основной ствол вот этот, либо это уже боковая ветка, для нас это значение не имеет. Мы берем ветку одну-двухлетнюю, значит, и делаем на ней закрытые переломы. Что такое закрытый перелом? Это когда кость внутри сломана, но кожа сверху не поранена. Тогда только рентгеном можно определить, что там перелом. Вот это нам и надо сделать. Сделать заломы так, чтобы там внутри древесина была заломана, но кожица и заболонь зеленая не лопнула. Ну, дорогие мои, я слышу ваше недовольное бурчание. Ну да, придумала. Ну, придумала я, а что делать? Это не я вообще придумала. Есть разные методы размножения яблонь, груш, слив, вишен. Вот смотрите, вы должны, приехав на дачу, естественно, вот вместо залома держите пальчиками двумя и нагревайте его. И попытайтесь как бы через палец согнуть эту веточку. Видите, это достаточно хорошо происходит. Согнуть. Вот здесь согнули, отступаем 20 сантиметров, а теперь здесь согните. Нам таких веточек понадобится 2-3, потому что, ну, вот это уже делить пополам бессмысленно. Ну, все, вот видите, сломала и порвала кору. Ну, это показ только. Вы должны понимать принцип, что вы должны сделать. Смотрите, я замотаю эту часть древесины перед заломом, или как правильно, перед закрытым переломом. Сам этот залом, но согнув его все-таки, я его как бы немножко защищаю от внешних неприятностей. И изоленту заматывать клейкой стороной наружу сюда, а не к древесине, для того, чтобы потом вы могли все это снять аккуратненько. Если прилипнет, тогда уже никто ничего не снимет. Так, здесь сделаем несколько мотков. Очень аккуратно, не торопитесь, вас же там никто гнать никуда не будет. Вот теперь гораздо легче с таким резинчатым, как это называется, изолятором, изолентой. Сгибание будет гораздо легче, и уж точно кора не порвется. Значит, ну, вот этого достаточно для одного залома. Мы обрезаем эту, ну, желательно бы сделать вот так вот. Почему так? Сейчас поймете. Сложите внутрь клейкой стороной и сделайте вот так внахлёст узелочек. Знаете, когда петлей обыкновенной. Вот если вы будете умниками, большими, хорошими, сделаете все правильно. А теперь давайте попробуем клейкой стороной наружу, к себе, лицом. Значит, попробуем сначала сделать, ну, я же тоже вместе с вами этот опыт буду проводить. Вы поймите, что всё, что касается экспериментов, я очень уважаю, очень люблю людей, которые не боятся ничего и усмелому и море по колено, да, или пьяному. Что-то я запуталась. Ну, смелость города берёт однозначно. Смотрите, я заматываю и место перелома тоже, прохожу дальше. На переломе сделаю пару мотков лишних, но слабых. Не затягивайте, пожалуйста, этого не требуется. А теперь с огнём вместе с лентой сгибается гораздо легче и уже без прорывания вот этой вот, нарушения этой коры, этой веточки. Значит, замотали. Всё замечательно, больше не нужно. Опять так же делаем хвостик, ну, чуть побольше уже, учитывая горький опыт. Так, сложите ленту клейкой стороной вот так внутрь, а теперь обвяжите, раз, и петля. Ну, то есть вокруг узелком обыкновенным. Всё, так и прививки тоже привязываются. Посмотрите, два залома у нас есть. Мы можем, учитывая, что у нас как бы будет не одна такая веточка, да, у нас будет раз черенок, два черенок, три черенок. Это замечательно, но его надо зафиксировать. И мы вот такими палочками, я в тот раз показывала, мы зафиксируем, а я примотаю, чтобы было всё наглядно. Иначе вопросов просто будет море. Значит, я примотаю. Но уже можно клейкой стороной к вот этой вот палке примотать. И нам достаточно сделать, ну, завязывать так же. Я этого делать не буду, потому что времени очень мало. Смотрите, и примотать можно уже вот этот вот край, край этих заломов последний, для того, чтобы у нас вот этот вот коленочки вот эти, они оставались на месте. Ну, можно пройтись и по каждому сектору. И здесь тоже, чтобы ничего ветром не вывернуло и ничего не разорвало, потому что для нас очень важно. Сейчас, когда мы сделали, господи, когда-нибудь эта изолента, найдётся этот край? Мы сделали эти заломы для того, чтобы дерево, понимая, что ему нанесли смертельные, болезненные раны, оно поступит, как все живые существа на белом свете. Вот посмотрите, этого я и хотела добиться. Вот так в настоящем деревце должна выглядеть эта заломанная ветка. Вот так. Видите? И дерево поступит так же, как все живые существа на свете. Вот к месту раны со всего организма этого дерева понесутся все вещества, которые способны залечить, затянуть, заставить снова жить. Представляете себе, что это такое? А нам это именно то, что и надо. Именно в этом месте будет сосредоточено всё для того, чтобы этот маленький кусочек, вот череночек, он выжил, дал корни и снова начал расти и плодоносить. Вот на этом я программу закончу. А в следующей программе увидите, что делать дальше. Это ещё не конец истории. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова